К другим темам. Увольнение сотрудников автоприбора незаконное. Такой вывод сделали в территориальном органе Роструда. Инспекторы нашли нарушение в процедуре увольнения. Работодатель не предупредил профсоюз, людям не предложили вакантные должности и, наконец, сотрудникам выдали неправильное уведомление. В них не указали основания для увольнения. В связи с этим управляющий завода привлечен к административной ответственности, а решение о сокращении отменено. Но все эти нарушения скорее формальные и теоретически можно устранить их и запустить процесс увольнения вновь. Какая же судьба ждет сотрудников завода, будет известно позже. Как нам сообщил заместитель генерального директора автоприбора Владимир Успенев, как раз сегодня во Владимир приехал конкурсное управляющее предприятие, представляющее интересы основного кредитора Банка ВТБ. У него и у представителей завода назначены встречи в прокуратуре, мэрии и трудовой инспекции. Позже по их итогам можно будет комментировать ситуацию, заявил Успенев.